Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Знайте, что компания «АвтоСтронг-М» – это 160 тысяч очень качественных запчастей, которые мы везем со своих разборок в Европе и Великобритании. Участвуйте в нашей акции «Честный отзыв». Заходите на сайт, кликайте на баннер, читайте условия и становитесь обладателями прекрасных ценных сертификатов. А сегодня мы продолжаем работу по заявкам. Итак, встречаем АКПП А604-41ТЕ. Четырехступенчатая КПП от Chrysler является долгожителем. Ее начали устанавливать на автомобили в 1989 году, а закончили в 2011 году. Dodge Journey был последним автомобилем с данной коробкой. Коробка А604 устанавливалась аж на 30 моделей автомобилей Chrysler, Plymouth, Dodge, также устанавливалась на Mitsubishi Eclipse, а также ставилась на Volga Cyber, которая была сделана на базе Chrysler Sebring. За несколько десятилетий этот автомат неоднократно модернизировали. Первые версии его были откровенно сырыми. Были вопросы с фрикционами, они сгорали. Также был вопрос с поршнем фрикционов первой и второй передачи, и маслонасос вызывал вопросы. Также инженеры несколько раз дорабатывали гидроблок. Улучшенная и более живучая версия этой коробки появилась в 1998 году. У коробки А604 есть несколько версий. Самая облегченная – 40TE, которая устанавливалась с двигателями объемом до 2,4 литра. Следующая, самая популярная – 41TE, которая устанавливалась с двигателями объемом до 4 литров. Также есть еще 41AE, которая устанавливалась с полным приводом. А в 2007 году появилась версия коробки 41TE с очередной раз усовершенствованным гидроблоком. Мы же сегодня будем разбирать самую распространенную коробку А604 41TE, снятую с Chrysler Voyager 2006 года с двигателем 2.8 CRD. Автомат А604 был сделан с претензией на успех. Его оснастили компьютерным управлением, то есть мозги коробки могли адаптировать моменты переключения передач под стиль вождения. Передаточные числа передач формируют два планетарных ряда. В этой коробке нет тормозных лент и нет обгонных муфт. За переключение передач отвечают 5 пакетов фрикционов. Объем заливаемой трансмиссионной жидкости от 8 до 9,5 литров. АТФ охлаждается в отдельном внешнем радиаторе. Автомат от Chrysler нуждается в специальной трансмиссионной жидкости АТФ плюс 4 с допуском 9602. Менять АТФ надо каждые 100 тысяч километров вместе с заменой фильтра. Но специалисты говорят, что лучше менять трансмиссионную жидкость каждые 30 тысяч километров или проверять ее на прозрачность раз в год. Свойства АТФ могут сильно ухудшаться из-за износа муфты блокировки гидротрансформатора. Если масло быстро загрязняется, то значит надо снимать бублик и ввести его в ремонт и дефектовать коробку. Доработанные после 1998 года коробки являются живучими и надежными, но вопросы могут быть по электропроводке, контактам и электронному блоку. От старости и сырости проводка разрушается, пропадают контакты, могут выйти из строя реле, а также два предохранителя. Из-за проблем с электроникой коробка А604 переходит в аварийный режим. Также в мозгах могут просто разрушиться контактные дорожки, но эта проблема решается пайкой. Коробка А604 может перейти в аварийный режим из-за растяжения либо плохой регулировки тросика, который перемещает шток выбора передач. Эта проблема присуща машинам, выпущенным с 2003 по 2005 год. Вы просили, чтобы мы распилили бублик. Мы его распилили. Гидротрансформатор измененной конструкции после 2001 года не очень ресурсный и нуждается в переборке. Обычно они нуждаются в переборке из-за износа фрикционной накладки. И вот она, та самая фрикционная накладка. Гидротрансформатор состоит из нескольких роторов. Это насосное колесо. Оно жестко закреплено с корпусом гидротрансформатора, то есть оно соединено с коленвалом двигателя. Когда двигатель начинает работать, колесо начинает двигаться и потоки жидкости перемещаются. Насосное колесо перебрасывает жидкость вот на это колесо, которое называется реактором. А реактор уже отбрасывает жидкость на турбинное колесо. А турбинное колесо жестко связано с валом коробки. Почему гидротрансформатор так называется? Потому что он трансформирует крутящий момент путем перемещения жидкости. Есть такой параметр – коэффициент трансформации. Он формируется из лопаток, то есть их наклона и количество. В реакторе есть вот такая обгонная муфта, которая служит для того, чтобы двигатель не заглох, когда автомобиль стоит, нога на тормозе, а селектор в положении драйв. И мы специально для вас ее разрезали. Обгонная муфта – это, в принципе, храповой механизм, который позволяет его одной части вращаться в одну сторону и не вращаться в другую. Реактор посажен на шлицах входного вала. И вот, как видите, в одну сторону реактор вращается, а во вторую не вращается. Вот та самая фрикционная накладка, которая находится на стенке корпуса гидротрансформатора. По команде компьютера вот этот поршень прижимается к этой накладке полностью либо частично. И тогда гидротрансформатор вращается как единое целое и крутящий момент не трансформируется. Обратите внимание, что здесь на муфте блокировки есть демпферные пружины, которые служат для гашения колебаний, которые исходят от двигателя. Так вот, эти пружины могут разрушаться и их части повреждают лопатки турбинного колеса и насосного колеса. Это реально врожденная слабость гидротрансформатора этой американской коробки. Ну и разумеется, мелкие части этих пружин и стружка забивают масляные каналы. Коробка A604 сообщает о проблеме с гидротрансформатором ошибкой P0740. В таком случае коробку эксплуатировать строго нельзя, либо можно доездиться до очень больших неприятностей. При проблеме с гидротрансформатором раздается скрежет и стук при включении режима в драйв и режима заднего хода. Кстати, ошибки по коробке можно прочитать без какого-либо диагностического оборудования. Режим самодиагностики включается тройным поворотом ключа туда-сюда в течение 5 секунд. И тогда на табло высвечиваются ошибки, в том числе и по коробке. По коробке ошибки начинаются с P07 и далее ошибка по коробке. Как вы поняли, сегодня у нас коробка. Как же коробка без полюбившегося вам, Сереги? Привет! Мы начинаем нашу разборочку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова При больших пробуксовках ось сателлитов может привариться к сателлитам. Ось может срезать, а также она может заклинить. Разбиваются также посадочные отверстия. Из-за этого появляется люфт и ось может просто под действием цитромбежных сил выскочить и пробить корпус коробки. Ну и как вы поняли, дифференциал здесь слабенький. В данном случае коробка у нас нового образца и оси фиксируются вот такими упорами. В коробках старого образца здесь загнан шплинт. Когда отверстие разбивается, шплинт срезает и ось благополучно вылетает. Реально вылетевшая ось пробивает дыру в алюминиевом корпусе. Примерно вот здесь. Так как мы разбираем агрегаты, которые не прошли контроль качества, здесь мы можем наглядно показать эмульсию. То есть коробка напилась антифризом и на магните достаточно много стружки, то есть достаточно много продуктов износа. Ну что, любимая рубрика многих. Итак, Серега петрушит фильтр. Как и на магните, в фильтре присутствует металлическая стружка. Вся электронная исполнительная часть коробки находится вот в этом блоке, который находится вне корпуса коробки. Его мы разберем немножко попозже. А вот в поддоне коробки находится просто гидравлический блок. Единственная электронная часть – это позиционер, который просто направляет коробки, какой режим выбрал водитель. Блок у нас не самого последнего образца, поэтому здесь нет датчиков. Внутри есть гидравлические каналы и плунжеры, которые, если масло засоряется, то они подклинивают и заедают. И тогда начинаются проблемы с работой коробки. Под задней крышкой мы видим шестерню единственного вала, который передает крутящий момент на дифференциал по вот этой промежуточной шестерне. Вот в этом корпусе ее вал, а вот это ведущая шестерня дифференциала. Только что мы разобрали маслонасос. Вот это статор, вот это компрессионные кольца. По вот этим каналам масло подается к пакетам фрикционов. На маслонасосе присутствуют следы износа, то есть стружка попадала между шестерней и статором, и мы видим задиры. Также мы видим задиры на втулке. Можно сказать, что это крутейший барабан, потому что здесь при такой компактной конструкции находятся три пакета сцепления. Вот они, три пакета фрикционов. В принципе, с этими фрикционами практически ничего не случается. Ну, естественно, если коробка хорошо обслуживалась и ее не особо душили. Несмотря на то, что в коробке у нас антифриз, мы не увидели расслоившихся фрикционов, то есть они здесь в нормальном состоянии. Это передний планетарный редуктор. Почему надо на него обратить внимание? Потому что при частых пробуксовках и когда коробку режут, вот это солнышко может просто отвалиться. Дальше при больших нагрузках стачиваются зубья этой коронной шестерни. Встречаем задний планетарный редуктор. Здесь есть парковочная шестерня. И если опять же отжигать на этой коробке, то может стереть внутренние шлицы солнечной шестерни. И еще один момент. Если в масле много стружки, то оно забивает масляные каналы. Масло плохо подается к этому подшипнику, и подшипник может заклинить. Также из-за клина подшипника может рассыпаться весь вот этот сепаратор. Это два последних пакета фрикционов. Заметьте, вот эти серого цвета, но они не сгоревшие. Просто фрикционная бумага серого цвета, а эти у нас обычные. По состоянию все отлично. Итак, настало время блока соленоидов. Управляющее давление формируется вот этим блоком. Частенько по стыку блока и корпуса коробки течет масло. До 1999 года эти блоки были не особо надежные. Потом в 1999 году их усовершенствовали, и они стали более надежными. Причем вот этот более усовершенствованный блок можно установить на трансмиссию более старого образца. Блок оснащен четырьмя соленоидами. Если они выходят из строя, то коробка падает в аварийный режим и едет на третьей передаче. Блок стоит 160-200 долларов. Его можно поменять на новый, либо же лучше, естественно, поменять на бэушный из автостронга. Также его можно отремонтировать, заменить соленоиды. Либо же, если соленоиды нормально прозваниваются, то есть сопротивление должно быть 1,5-2 Ом, то просто заменить вот эти уплотнительные прокладки. Также нужно проверить пайку трех резисторов и потом собрать блок. После установки блока надо провести адаптацию АКПП. К этому блоку в продаже есть абсолютно все расходники, то есть прокладки, вот эти уплотнительные кольца, также мембраны для вот этих датчиков. Если разрушилась пайка, естественно, надо подпаять. То есть блок абсолютно ремонтопригоден. Разборка закончена и сегодня мы разобрали коробку, которая может без труда пройти 400 тысяч километров при хорошем обслуживании. Эта коробка абсолютно соответствует духу восьмидесятых и ее можно перебрать дома на диване у Сереги. Спасибо. Не за что. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях все, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, участвуйте в акции «Честный отзыв». И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».